В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте в студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание в формате видеоконференции. Мы выполняем план и ставим задачу на следующий год выдать порядка еще 20 тысяч ключей. На помощь медикам вновь и вновь приходят волонтеры штаба Ленинского городского округа «Мы рядом» общественного движения «Волонтеры Подмосковья». Хочется сейчас поблагодарить наших волонтеров, которые у нас есть от лица нашего штаба. В досуговом центре «Мечта» проходит выставка детских рисунков, посвященных Дню Матери. Им нравится рисовать. Даже если они приходят с не очень хорошим настроением, то после рисования они всегда уходят с хорошим настроением, веселые. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства Московской области, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов. На нем руководитель региона заслушал отчет о текущем состоянии дел по ряду ключевых направлений. Открывая совещание, Андрей Воробьев акцентировал внимание на качестве работы дорожных служб, которые задействованы в уборке снега как на транспортных магистралях, так и на придомовых территориях. Долгое время активно готовили технику и в разные годы в муниципалитеты доставляли ее для того, чтобы энергооснащенность всем необходимым техникой у нас была в достаточном количестве. Прошу обратить внимание глав еще раз на качество уборки территории. Понятно, что нужно максимально мобилизоваться и обращать внимание на обращения, жалобы, предложения граждан. Переходя к обсуждению следующей темы, губернатор рассказал, что ежедневно в регионе проводится порядка 35 тысяч анализов на COVID-19. Андрей Воробьев подчеркнул важность оперативного информирования жителей о результатах проведенного тестирования на наличие коронавирусной инфекции. На федеральном селекторе президент обратил внимание на скорость прохождения, проведения тестов. В частности, было сказано, что 48 часов – это долго. Знаю, что вы ввели новую опцию информирования о результатах ПЦР по СМС. Об этом тоже прошу рассказывать и предупреждать жителей, что они получат информацию о результатах. Также на совещании обсудили ход реализации мероприятий по обеспечению прав граждан, участников долевого строительства. Андрей Воробьев сообщил, что в прошлом году 19 тысяч обманутых дольщиков в Подмосковье получили ключи от квартир. Встреча с президентом мне была поставлена задача, нам была поставлена задача. В трехлетнем периоде все обманутые дольщики должны получить или компенсацию, деньги, или комфортабельное, благоустроенное жилье. В этом году будет выдано порядка 16,5 тысяч ключей. Это хорошо. Мы выполняем план и ставим задачу на следующий год выдать порядка еще 20 тысяч ключей. В список приоритетных объектов, по которым идет первоочередная работа, входит и жилой комплекс Южное Видное, расположенный на территории Ленинского городского округа. Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в Видновскую районную клиническую больницу. Как рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина, медучреждение полностью готово к проведению вакцинации. В первую очередь будут прививаться люди, входящие в группу повышенного риска. Это медики, сотрудники сферы образования МВД и МФЦ, без признаков простуды и гриппа, не болевших коронавирусом, не имеющих антител COVID-19 и в возрасте от 18 до 60 лет. Пока по квоте будут привиты 80 жителей Ленинского городского округа. Актуальная информация о поступлении очередных партий вакцины и вакцинации других категорий граждан будет размещена на информационных ресурсах ВРКБ. В условиях напряженной эпидемиологической обстановки и роста числа заболевших COVID-19 нагрузка на медиков возросла в разы. Но на помощь докторам вновь и вновь приходят волонтеры штаба Ленинского городского округа «Мы рядом» общественного движения «Волонтеры Подмосковья». Чем именно можно помочь, узнала наша съемочная группа. Здравствуйте, возьмите масочку, пожалуйста, и температуру можно иметь? Измерить температуру посетителям поликлиники, раздать маски, записать к врачу, выписать рецепт и другие нехитрые действия может выполнять и человек без медицинского образования. Ведь у докторов работы сейчас и так хватает. В наше непростое время выручить медиков решили волонтеры. Они работают даже в отделе неотложной помощи. У нас сейчас на данный момент волонтеры, которые работают с 8 до 8 по своему определенному графику. Один волонтер вырабатывает медкарты нашего отдела неотложной помощи. Еще один волонтер, Елена Витальевна, она у нас делает отчет по лекарственным препаратам. В день сейчас поступает около 400 вызовов. Справиться с таким наплывом помогают 4 волонтера. Всего же в детской и взрослой поликлиниках их задействовано 20. Чтобы работать со специализированными программами, они прошли ускоренное обучение. Неотложная помощь – это работа в программе ЕМИАС, которая называется МО. Выписка льготных препаратов, которая занимается программой. В ней тоже мы обучались у старших медсестер в нашей поликлинике, которые обучили нас. И теперь мы можем посчитать, какого препарата нужно человеку выписать, какой дозой нужно выписать, какое количество нужно выписать и доставить им. Но выписать рецепт – это полдела. Нужно еще доставить препарат тем, кто в нем нуждается. Не обеспечивает пациентов, льготников, которые сейчас находятся на самоизоляции. И, естественно, это очень большая помощь. Они большие молодцы. Плюс ко всему, что сейчас они будут разносить и пациентам, у которых ковидная инфекция. Наталья Козыренкова пошла в волонтеры еще в первую волну коронавируса. Помогать другим она решила после того, как потеряла прабабушка, за которой долго ухаживала. Так Наталья примкнула к общественному движению «Волонтеры Подмосковья». Стараюсь распределять время так, чтобы везде успевать. Утром отвожу детей, потом бегу волонтерить, а где-то после обеда ухожу на работу. Сейчас волонтерам в день поступает около 30 заявок на доставку лекарств и продуктов питания. Плюс работа в поликлинике. Руб, как говорится, не хватает. Хочется сейчас поблагодарить наших волонтеров, которые у нас есть, от лица нашего штаба. Им большое спасибо, что они есть, что они помогают тем, кто сейчас в остро нуждается в этой помощи. Таких людей сейчас много, а тех людей, которые могут оказать им помощь, среди нас мало. Хочется сейчас призвать всех присоединиться к нашему штабу, присоединиться к нам и помогать людям. Начать работу в общественном движении «Волонтеры Подмосковья» может любой желающий. Достаточно позвонить его руководителю по телефону 8 925 120 39 30 или написать на странице движения в социальных сетях. Екатерина Борисова, Сергей Ларин. Видное ТВ. На прошлой неделе в Подмосковье пришла зима. Ленинский городской округ замело снегом. И пока одни жители радовались в социальных сетях, другие публиковали фотографии тротуаров, пройти по которым непросто. Ну а третьи приступили к уборке снега на дорогах. Наша съемочная группа проверила, насколько готовы в муниципалитете к зимнему периоду. Зима понемногу вступает в свои права. На улицах выпал снег, а из-за близкой к нулю температуры на дорогах образовался гололед. По указу губернатора Московской области, все дорожные службы в регионе были приведены в режим повышенной готовности. В зимний период в очистке дорог Ленинского городского округа задействовано 47 единиц техники. И работа немалая. Привести в порядок следует более 300 километров дорожного полотна. Первым делом от льда и снега убирают пути общественного транспорта, мосты, опасные повороты, спуски и подъемы. У нас на обработку задействовано 10 единиц КДМ, это комбинированные дорожные машины. Также задействовано 14 единиц МТЗ для механизированной очистки. И погрузочная техника, это экскаваторы, фронтальные погрузчики. Последние зачастую используются для обработки узких дорог, куда не может проехать специализированная техника. На сегодняшний день их уборка завершается. Для комфортного передвижения жителей по территории муниципалитета на обработку дорог уже заготовлено 240 тысяч тонн реагента и 200 тысяч тонн песко-соляной смеси. Реагентом мы посыпаем только внутриквартальные проезды и дороги, тротуары. Дороги посыпаются песко-соляной смеси. И хочу сказать, что там мамы не переживали, бабушки, дедушки, которые гуляют с детьми на детских площадках. А там ничем посыпаться не будет, там будет проводиться только ручная уборка. Под опекой управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства сегодня находится 553 дома. В 6 утра ее сотрудники уже колят лед, разгребают снег и посыпают дорожки песко-соляной смесью. Реагенты не используют. Так безопаснее для домашних животных, с которыми хозяева выходят во двор. На непредвиденные ситуации стараются реагировать как можно быстрее. Обращение минимальное, да, действительно есть. Там, где действительно бывают, может быть, накладки, или человек может заболеть, или, ну, как-то это. Мы усиляем незамедлительно, проводим беседу с персоналом, вот, и больше это не допускается. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться еще несколько дней. Поэтому борьба со стихией на автомобильных дорогах, тротуарах и придомовых территориях продолжится. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Выставка детских работ, посвященных Дню Матери, встречает посетителей при входе в досуговый центр мечта в поселке Измайлово. На экспозиции представлены рисунки ребят, которые занимаются в кружке по изобразительному искусству. Подробнее в нашем сюжете. Воспитанники досугого центра мечта к празднику Дня Матери готовятся заранее, как рассказала руководитель кружка по изобразительному искусству «Мир фантазии». Екатерина Бачкова. На занятиях ребята со всей ответственностью подошли к заданию. Младшей группе нужно было нарисовать букет цветов ребятам постарше образ мамы. Им нравится рисовать. Они, даже если они приходят с не очень хорошим настроением, то после рисования они всегда уходят с хорошим настроением, веселые. Мы здесь отвлекаемся от повседневных мыслей, занимаемся ими творчеством. Соответственно, у нас повышается настроение. Все работы юных художников представлены на выставке, расположенной в фойе центра. Ребята в своих рисунках использовали различные техники. Техника гуаши и техника акварели. Там именно такая открыточная, да, получается, форма. А здесь именно живые. Как будто мы их увидели где-то и перенесли на бумагу. В кружке «Мир фантазии» занимаются дети от 6 до 14 лет. В досуговом центре «Мечта» дети на занятиях по рисованию используют мольберт. Лист, закрепленный вертикально, позволяет юным художникам увидеть будущее произведения в той же плоскости, как и в реальной жизни. На отдельном стенде расположена небольшая экспозиция кружка 3D-ручки. Эта объемная работа начинается с самого простого, с композиции осенних листьев. И потом мы начинаем создавать вазу, декор. И все в итоге собираем в единую большую композицию. В досуговом центре поселка Измайлова сейчас функционируют 29 тематических кружков и спортивных секций. Ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой действуют только на количество воспитанников в группах. Их на занятиях должно быть не больше 12. Для взрослых есть так кружок называется. Потом кружок, который ведет у нас руководитель холодов, это брейк-данс, тоже в режиме онлайн работает. Также в режиме онлайн работает кружок «Юный стилист». А в ближайшее время, как поделился директор центра Петр Островерхов, планируется перевести на удаленку еще несколько секций. Художественный руководитель у нас Татьяна Александровна есть. Я хочу, чтобы она открыла кружок, связанный с чтением стихов. Я не знаю еще тоже, как мы его правильно назовем, но именно вот такого плана. С начала декабря в удаленном режиме будет работать и кружок мастерская искусств для творческих людей разных возрастов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова